Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 сентября. И если говорить о лучших сортах для консервирования, то конечно Дебарао нужно назвать в числе первых. Вообще это классические сорты, вы многие знают. Они такие сливовидные, поздние сорта. И именно когда они вызревают, тогда уже наступает время консервирования. Вот сейчас я вам расскажу о Дебарао Черном, но все остальные, и желтый, и розовый, они все подходят под это описание. Они все очень высокорослые, до 2 метров. Вот этот Дебарао Черный, он средне-поздний считается сорт. Вот сейчас он как раз спеет во всю меня. Чем отличительный этот сорт? Он холодостоек и теневынослив. И вот когда зрительница одна спрашивала, какие можно сорта садить в разных технических проходах, за кутках, за теплицами, вдоль заборов. Вот этот Дебарао Черный как раз подходит. Он теневыносливый, он холодостойкий. Сейчас осенью его можно не снимать до самого-самого позднего срока, пока уже холодно не будет. Я вот сегодня пошла, сорвала, видите какие хорошие. Это 10 сентября, сибирские регионы, я живу в Алтайском крае. И еще, мало того, что он хорош для консервирования, но я его выращиваю первый год. Но я знаю другие сорта Дебарао, они все похожи друг на друга, характеристикой у них. Отличаются только раскраской немножко, формой плода. Вот про Дебарао Черный написано в описании, что он сливовидный. Но он не только сливовидный. Вот видите, какая-то помидорка, это вот с одного куста, вот это можно назвать сливовидной. А какая-то немножко как грушевидная получается. Он кистями, кистей очень много, они одна за другой идут до самого конца. 7-10 кистей может быть. И в кисти также 7-8-9-10 помидорок. Есть очень такие грузди хорошие. Цвет вот такой, пишется он, шоколадно-красный. Ну вот такой неопределенный цвет, грязноватый немного. На вкус они очень вкусные. И еще по сообщениям своих, по комментариям своих зрителей, я нынче первый раз сделала вяленые помидоры. Потому что мне написали, что вот этот Дебарао Черный идеально подходит для вяления. И видите, я нынче сделала вяленые томаты. Это мой первый опыт. Томаты правда получились очень быстро вяленые, ничего сложного в этом нет. Правда я еще не почитала, не получила информацию, как потом их применять в зимний период. Сделать-сделала, но что пока с ними делать, я не знаю. Говорят, их можно добавлять в салаты, в блюда, это не важно. Главное, что я их наделала, 4 лотка. Это уже тоже такая очередная заготовка на зиму. Ну и конечно, раз тема видео засолочной для консервации, вот эти сорта идеально подходят для цельноплодного консервирования. Они такой размер как раз, они еще не черри, но и не крупные. В банку ложатся идеально, что Дебарао желтый, что Дебарао розовый, вот это Дебарао черный. Они очень хорошо смотрятся в банке. Кроме того, что это лучшие сорта для консервирования, они еще хорошо транспортируются. Ясно, что легче перевести вот такие сорта и хранить, чем крупноплодные, такие мясистые. И конечно, те они давятся, лопаются, а эти вот они, вообще как производитель пишет о них, что они хорошо транспортируются и долго хранятся. Можно положить, я не знаю, правда, я еще раз повторю, что первый раз выращиваю, но знаю, что другие цвета Дебарао хранятся очень долго. Так как они поздние, они вот, если их положить на дозаривание, недозрелые, до самого снега могут лежать. Ну, дома, конечно, в подвалах или где-то в холодильнике. Вот это краткое знакомство. Я показала вам плоды Дебарао черного. Он идеально подходит для консервирования. Как вот я теперь узнала, идеально подходит для получения вяленых томатов. Кстати, я вот сейчас попробовала, поела, просто безо всего, очень вкусный, такой необычный вкус. Дебарао черный выращивайте, консервируйте. Это идеальный вариант для консервации. До свидания. С вами была Ольга Чернова. С вами была Ольга Чернова.